Начинать влоговую жизнь стоит тогда, когда светит солнце. Субтитры сделал DimaTorzok А вот это моя школа. Какой вот этот город, замечательный, замечательный. Bonjour! Вот так вот весело мы живем. Скорая машина улыбающихся парней. Стабилизатора у меня пока нет. И вообще я не в курсе всех этих примочек. Но есть же солнце. Что еще надо, когда есть солнце? Ну что, где проходит 50% моего времени? В моей жизни тут? В машине? Знаете, я поняла одну такую простую вещь. Что если это плохое настроение, ты просто включаешь на всю громкость музыку и пошел. Субтитры сделал DimaTorzok Я уже почти подъехала к дому. И те, кто фолловит меня на инстаграм, знают мое любимое место здесь. Это Windmills. Электрические мельницы. Сейчас я вам покажу. Ну как это назвать? Я застряла. Вот оно мое место силы подвело. А ведь я еще не говорю по-французски. Ну что? Эй, класс. Слышится? Вот и я ничего не слышу. Ни одной машины. Не хватает вот такого звука, знаете, как когда тишина и сверчки. Чирик-чирик. А ведь мне еще за ребенком ехать? Но зато красиво. Сняла видео для блога. Молодец. О, что-то шумит там. Пожелайте мне удачи. Первая машина мне сказала désolé. Это я знаю на французском значит извините. А если вам говорят извините, можно дальше не слушать. А еще машина автомат. Надеюсь, я не сожгла себе сцепление. Ладно, вы пока смотрите на мое любимое теперь место. Когда за рулем женщины, знаете, помощи не ждите. Слабые создания. Вот он мой спаситель. Спасибо Google Translate. Ну что, с Богом? Нет. Дубль два. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое. Спасибо. Ну что, мое место силы, теперь еще и место грязи. Фух! Это было страшно. Потому что машина не моя, чужого короля. Слава Богу то, что есть на свете добрые люди. Я прям как будто прогулялась по родной деревне. По моим фото в инстаграм можно подумать, что я живу где-нибудь в Брюсселе или в Лондоне. Хотите знать правду? Это то, что я вижу, открывая свое окно. Ну что, я немного подуспокоилась после инцидента с машиной. До сих пор, честно говоря, потряхивает. Не знаю почему. А я приехала за своим ребенком. Я работаю няней по программе ОПР. Моя девочка зовут Ариэль, ей 9 лет. Привет! Меня зовут Ариэль. Как дела? На самом деле здесь у них все очень просто. Дети не носят школьной формы. Учатся они с понедельника по пятницу, с субботу, как правило, выходной, вплоть до последнего класса. И школа у них делится на две части. С первого по шестой класс начальная школа, и с первого по шестой класс старшей школы. Вот сейчас уже прозвенел звонок. Спасибо за просмотр! На самом деле программа ОПР – это лотерея. Кому как повезет. Моя семья очень хорошая, но у них есть одно чудо – покупать хлеб за 10 км от их дома. Музыка Здесь очень интересная система оплаты, бесконтактная, либо картой, либо засовываете деньги вот в этот автомат. В Европе, кстати, очень часто можно встретить roundabout, то есть круговое движение. Кто-нибудь помнит забытые правила, которые учили в автошколе? Это, собственно, и причина большинства пробок на трассах. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Работа ЛПР в мои обязанности входит готовка ужина. И вот впервые за три месяца мне нужно наконец его готовить. Потому что мы едем на какое-то мероприятие. У нас есть даже приглашение. Открывается какая-то клиника. Поэтому поехали со мной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребята, батарейка моего организма уже пиликает. Спасибо, что провели со мной один день. Так примерно я живу. И, кстати, да. А как выучить французский? Спокойной ночи. До новых встреч. Пять. Субтитры создавал DimaTorzok